Продолжение следует... Включили, все, запись. Поехали, да? Угу, да. Дорогие друзья, мы рады всех приветствовать в арк-подвале «Бродячая собака». Вы это Театр поэтов послушайте. И сегодня, 22 января 2013 года, здесь происходит второй ежегодный фест-турнир за главный СИХ. Ура! Значит, суть его проста. Каждый поэт свое небольшое стихотворение, которое бы он поместил на обложку книги, сейчас вам представит. И ситуация еще в том, что я буду вот здесь, вот злой Карабас-Барабас, меня зовут Владимир Антипенко. Буду следить, если поэт перескочит за две минуты, он с турнира снимается. Можете хоть писать его, не писать, он снимается. У нас это идиотское соревнование, вот так называем. Идиотическое, да. Но в любом соревновании есть правила. И сегодня правила таковы. А суть, на самом деле, вот этого фест-турнира, почему фест? Фестиваль. Понимаете? То есть суть в том, чтобы показать, выступить здесь, проявить себя как-то. Поехали. Я буду называть фамилию, имя и в конце тоже объявлять. Поэтому запоминайте, дорогие зрители, мы уже раздали листочки для голосования. Все в зале сидят, кто уже, так сказать, голосовать будет. И в конце, когда все пройдет, пройдет очень быстро, обратно уже с фамилиями листочки соберем. Быстро там все сосчитаем. И, собственно, пока будем считать, вас тут будут тоже развлекать. А во втором отделении уже у нас еще особая программа, о ней я объявлю чуть позже. У нас еще второе отделение. Сейчас у нас турнир, фест-турнир за главный стиль. Светлана Хромичева, пожалуйста, выходите, приготовьтесь, Юлия Сычка-рук. Тишина! Поэзия. Там, между речием, бойки и фонтанки, Где фонарей желтеет мутный взгляд, Микробы всех болезненных фантазий И злой ветрянки вирусы парят. Зараза эта порождает глюки. Болотный хлюк под зыбкой мостовой, Кослявый протягивая руки, Поэзия крадется вслед за мной. Хихикает и ухает, как филин, Тарелкой разбитой дребезжит Наследница известнейших фамилий. Растрепанная турочка на вид Мне шепчет голосами всех поэтов, Прославивших когда-то Петербург. Иди вперед, и не ищи там света, Жива лишь я из всех твоих подруг. Спасибо! Прошите, приходите! Должна дозу лить Светлана Хромичева! Пожалуйста, Юлия Сичкорук. Юля, я включаю секундомер С первого произнесенного слова. Вот так. Творчество, бой, гуляй, веселись! Обожаемых лиц, нескончаемый круговорот, Обещания пустые. Дорогая, прости, дальше секса у нас не пойдет, Отвечаю всегда «да», Жадно ноги задрав, пись свободу, Была, не была. Я ведь тоже боюсь Суррогат целых чувств Отдавать за мгновенье тепла. Пусть не просто пришлось, Извивается мост забыванием взятых вершин. Но без двери встяк. Я люблю, когда так. Скоро утро. Садись и пиши. Спасибо. Юля Сичкорук. Юля выступала 45 секунд, между прочим. Зато какие впечатления. Юля Сичкорук. Спасибо. Серега Григорьев. Есть? И приготовьтесь, зла-то линию, пожалуйста. Сергей Григорьев. Роман Таваконцев. Давай. Я не готов, ладно. Ну что значит «не готов»? Давай, вперед. Роман Таваконцев. Пожалуйста. Да. Когда начнешь? Прямо сейчас. Да. Вперед. А, сейчас. Тишина. Ужасен сумрак ночи тихой, и ветер, рвучийся в тревоге, и сокрушенные резнёй отчаяние крики на дороге. А дальше что? Ни звука, ни души, ни тела. Всё растворится ночью той. Никто не вспомнит человека, идущего к себе домой. Спасибо. Роман Таваконцев. Спасибо, Роман. Роман Таваконцев. Роман, мы тебя сняли на свою камеру, так что не переживай. Мы тебя научатся. Вот. Хорошо. Злата Линник, и приготовьтесь, Марина Чекина. Если Марина Чекина и нет, то Виолетта Сафарова. А сейчас Злата Линник, пожалуйста. Злость, она непродуктивна. Люди светятся от счастья, от таланта или харизмы. Так же новую идею за собой увлекая. А от злости можно скиснуть. Стать себе и всем противной. Злость она совсем не красит и не делает мудрей. Разозлившись, можно пловнуть. Как сверхновая планета. Все достоинство утратит в грандиозный пшик и сдак. Так что будем все добрее, позитивнее и терпимее. Станет мир тогда светлее и счастливее будем все. Пусть и тихо. Вот это выход. Выручает и спасает. Сохраняет там же мировы, миру, прочим и себе. Спасибо. Злата, подожди. Сделай нормально. У тебя, кстати, еще время есть. Давай еще. Ты еще много дуешь. Потише. Хорошо. Спасибо. Злата Линник. Лиза Вавилиевна пришла? Нет? Нет. И Игорь Кабаров тогда приготовьтесь. А Вавилиевна называется «Все на продажу». Все продается в этом мире. И даже то, что без цены. Все от души и до квартиры. Вы не торгались мечты и сны. Перед деньгами все пасуют. Настала алчная пора. Объект продаж непредсказуем. И голь на вырунке хитра. Уже и питерский наш воздух В консервных банках стал сынер. В коммерции не нужен воздух. Ни наяву, ни во сне. Пускают в торг все средства смело. И совесть славы здесь гарант. Кто души, кто мозги, кто тело. А кто-то продает талант. Но радостно да умиленье, Что на святое есть забред. Не продается вдохновенье. Ему сыны, по сути, нет. Спасибо. Для Летто Сафарова. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Кабанов и приготовьтесь, Елена Голодовна. Игорь Кабанов. Шелк струится чуточку иначе, чем стихи. Где платье, где в них толк. Я привык работать без отдачи. Рифмутку и складываю к столу. И в брусничной предрасцветной грани Грустно пью из облака вино. Полотна из кристо-мягкой ткани Ты не хочешь. Для чего она? Мне б теперь все тропки, все дороги Для тебя одеть в красивый стих. Только как, лишь друг четвероногий Их читает, ждет и любит их. Но не ты, а он их просит, молит. Только жаль, ответа не дает. Этот стол, зверюга, типа моли. Он их ест, их ящиком жует. Много их рифмованных гостей я Привожу, кладу ему внутро. Но он как будто бы толстеет. Сам растет, растет и ящик рот. Желтый лак, как куколки янтарность. Знаю, он шевелится тайком. И я верю, стол мне в благодарность Оживет и станет мотыльком. Необъятным, добрым и крылатым, Как стихи, что пел в вечерней мгле. Я к тебе сквозь зорьи и закаты Полечу на мотыльке столе. Гибким станом ниже наклонишься. Ты тогда обрадуешься ли? Может нет. Но точно удивишься, Нас увидев в сит своей доли. Удивление, с ним улыбка рядом. Так всегда и в буре так, и в тишь. Ты посмотришь карим нежным взглядом И со мной в дорогу полетишь. Милый голос, тихие объятия, И еще немножечко штрихов. Будешь ты тогда в воскресном платье Из красивых шелковых стихов. Спасибо. Видишь, как-то аплодисменты. Игорь Кабанов и... Игорь, у меня вот вопрос. Вот ты этот стих вот... Замечательный, ты его уложился. Ты бы его действительно поместил На обложку книги, да? И люди бы брали, берут книгу И вот читают весь этот длиннющий текст. Нет, я не в укор. Я просто спрашиваю. Возможно, по своей смысловой направленности, да. Но, в принципе, у меня есть еще более указные стихи. Дело не в этом. Фрагмент можно было какой-то выбрать. Спасибо, Игорь Кабанов. Он участвует, он участвует. Вот следующий у нас. Елена Галовна, пожалуйста. И Макс Куле пришел. Александр Зернин тогда следующий. А сейчас Елена Галовна. Под професнение истинное. Странно. Жестонагменные, Ознокричащие, Недопустимый стекло, Прикословую скалитку, Радостью взора горящего За отволенную территорию Жизнь чужой судьбы. Истинно говорит Бог. Право же. Отпустите ее Неоднозначную, Вольную, Сранницей, Камними грешными В спину, Избитую, Истинно, Загибающуюся Под професнение истинное. Сколько пророков осталось Пророчеством, Расположившись хозяином В разумах, На, Весневерых, Вчерашних почестях, Новым расцамом На пути преграждан Сколько морщины Соберемся встречными Утро расплавленным Зноеным Верещался Внешне Незаглянным Истинным Верочка Смолкнулся И сидит на крылочке Нежно Ладошкой На вечер И завоят На фирменской Руки Спасибо. И Сергей Удальцов И Сергей Удальцов Приготовьте Зернин Александр Рар Вот он У нас еще псевдоним Стихотворение о нахождении Не ищите певца Если подлинный он То найти его можно Лишь в песне Коль художник пропал Полюбуйтесь холстом Растворился он В красочной Смеси Не вопрос Где поэт Он развеян в словах В стихотворном Развеян эфире Где же Бог Его нет Вдалеке В небесах Он растаял В творении Мира Александр Рар Это будет И Кстати я Гелла Белоусова У нее написано Рот эс хар Где вы Гелла Вот сейчас Сергей Давай пожалуйста Сергей Удальцов Потом пожалуйста Гелла Белоусова Рот эс хар А сейчас Сергей Удальцов Только не подходи к ней Не прикасайся Не надо Я не обрадую Я буду каяться Гореть в аду Да и ладно На этой четвертой планете От солнца Мне терять нечего Замок решетки Земля и лопаты Мне фиолетово Одноклеточно Говорят Что упорно Не рыть Не работать Не будет золота За строчки Не выдается хлеб А сердце Давно исколото И снова шайбы Не хватит одной Для форы И тотала И к тридцати Буду психом Седой башкой Сознанием Распорты А она свет Она та Что сияет ярко Ночь без нее Это муки и алкоголь Ее взгляд Подарок Я стеречь ее сон Буду псом У нее под аркой Если мне Не спасти себя То ее защитить От ветра Грубых рук И жестоких слов Обещаю Крепко Ее стон со мной Самый первый стон Мы звучим Как флейта И саксофон Моя жизнь Сомнения Причал Перрон Если разлучить нас Июльский зной Я в своей штрафной Буду сыпать соль Подмигнуть тебе Грустным симокором Но не зачеркнуть Теперь Этот рай весной Ты вернешься вновь В этот серый город В дни Когда листва Начинают падать Чтобы целоваться Я сбрею городу Прибегу к тебе Псом на мягких лапах Если буду жив Если буду нужен Если не поставлю я Свою душу Даже в играх Все Я уже укушен Ты столь юная И красивая Мне не выбраться Не та сила Я лечу На нездом кукушки А безумие Сложно терпеть Если страшно Возьми подружку Приходи На меня посмотреть Спасибо Сергей Удальцов Вот господа Я хочу попросить Пожалуйста Господа зрители Проходите сюда Здесь есть места Еще можно Как-то здесь разместиться Проходите Не стойте там В прополе Подвиньтесь пожалуйста Посмотрите У вас там сумки стоят Идите-идите Смелее Чтобы всем удобно было Проходите пожалуйста Как-то поместимся Сейчас все Вот здесь еще можно Вот сюда Можно Заныграться Вот я хотел бы Сказать По поводу того Что такое Короткий Заклавный Стих Опять Я все время Вот если поэм будет Длинно читать Я все равно Буду что-то говорить Вот Вот я Владимир Антипенко Тоже принимаю Участие в конкурсе Можете меня тоже Учитывать Сейчас я свой Заглавный стих Прочитаю Удали Звер Безверь Зырь Барби Ства Не молись Скорби Верь Дырь Пространство Глаз Фуфырь Стырь Враз Станешь Другим Ты Ты Все А вот что вы стопаете Потому что я ведущий Да Я уверен Может это вообще фигня Какая-то Может быть Но я сейчас Это мой заглавный И пожалуйста Гела Белоусова Как Скажи правильно Рот эс хар Рот эс хар Рот эс хар Максим Лучников Мама Ты учила меня любить Так любить Чтобы только Не был выше Чтоб летать А не просто Ходить по крышам Чтобы ставить Две параллельные черточки Между любить И жить Мама Я запомнила Твой рок Я теперь не могу Не петь Не умею Не быть живой Я полюбила Притягивать Местоимение Мой И чувствовать Приторной болью По венам Текущий ток Мама Он такой же Как я сама Я иногда боюсь Мир не выдержит Нас двоих Это как выстрел Как твердой рукой Проведенный штрих Вместо Расплывшихся строчек По гладкой бумаге Письма Мама Я уже не вернусь Домой В зеленых глазах Его дом мой Приют и мир Я устала бороться Мам У меня не осталось На это сил И знаешь Наверное Его назову Своей судьбой Мама Я теперь полюбила снег Я хочу утонуть В мороженом И его руках Я так много смеюсь Что наверное Бессмертие уже От меня в двух шагах И если я выйду в окно То сумею шагнуть Наверх Спасибо В рот С-Ар С-Ар Пожалуйста Максим Лучников Приготовьте Сергей Ивлев Добрый вечер Почти стоят Вот туда Еще один человек Пройдите Пожалуйста Алло Ау Пройдите Вот там можно будет присесть Там два человека На месте Сергей Ивлев После Сергея Ивлева Приготовьтесь Аль Ру Мы уже кстати почти половину поэтов прослушали Нас очень быстро Пожалуйста Сергей Ивлев Тишина Пожалуйста И я так лягу В эту степь Лицом в колоски А месяц вытащит свой серп И тронет звезды И неспокойная душа Легко тихонь И не спеша Покинет тело И мой последний поцелуй На реки стихнет С тон струны И мир проснется без меня И солнце встанет И природа живет Не для меня И вдруг явится красота Когда меня Как лишний пазл Отбросит вечность А я топтать Другое небо Посозерцать Другие звезды Отправлюсь В бесконечность Спасибо Сергей Ивлев У меня есть подозрение Что многие сегодня дебютируют Вообще первый раз В жизни читают стихи на публике Некоторые А так это, Сережа? Нет Нет? Че там она так умирающая? Алиру, пожалуйста Вот это монстр Сейчас он что-то не задаст Алиру! Что да-да? Я просил быть здесь Я ж злой Карабас Барабас Следующий, пожалуйста Александра Невская Приметовься Петербургские Африканские Хроники Любовь Пятнистых Среди желтеющих Саван Одним броском Набросив на тебя Пятнистый саван Я не сомкнул Клубков И гонько Придушил Пушистой лапой И отпустил Пастись В бессмысленное стадо Торопишься Галопом Прочь Еще не знаю Что наступит Ночь Когда тебе Когда тебе Наскучит жить Я Тоски Спасаюсь Найдешь Мои следы По крови На траве Любви Пятнистых Больше Не пугаясь Сама Заглянешь В логово Ко мне И спит Разбрасывая Пятнистых Пятнистых Все хорошо Но Аль-ру Мы не учитываем Поэтому Следующий Александр Александр Невский Аль-ру Пауза Нет Выкинь паузу Ребята Сладкая Ее Аль-ру Аль-ру Спасибо Александра Невская Запомнить Очень просто Она не зашкалила И пожалуйста Полина Ерофеева Приготовьтесь Горецвет Безухов А сейчас Полина Ерофеева Здравствуйте Is it easy to love То катаюсь На старом стуле И задеру голову К потолку То Сдремну То Уставлюсь На белизну То Поприжимаюсь Глазному дну А ты Вино пьешь И It's so easy to love Поешь Тебя так легко любить Говоришь, глядя на меня Так хорошо Тебе верить Что все честно Честно И не фигня Я верю тебе И люблю тебя Еще легче 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 Совсем легко Взмываю под люстру Волшебным шаром Да-да Абсолютно Летаю Но вдруг Ты возвращаешь меня В мое тело Как сетчатый Хитрый Паук Мы Целуемся Под шум Подметающих Паук Маргарит Пока Глаза Не вылезут Из орбит Это была Полина Ерофеева И я хочу позвать Сюда Горит Свет Безухов Пожалуйста Выходите И приготовьтесь Стефания Данилова Я встану Над пропастью И буду Резать И рвать Жадные Щупальца Тянущиеся Из ржи В каждую Детскую Да и взрослую Кровать В каждую Душу Отжав ее Как отжив В каждую Книгу Выискивая В ней Дно Автора Придушив Его же Грязными Простынями В каждое Досноте Запродюсированное Кино В каждую Из мировых Приторговывать В храме В каждую Собственную Недозревую Мысль Каждым Сомнением Таким Похотливеньким Знаком Вопроса Так ли Ты прав Не каприз А если Каприз Может быть Проще Зажмурившись Рухнуть С откоса В рожь Эту В ложь И хорош И спокойно Заснуть Выспаться Хоть Но Она Простирает Лучи И дальше Наотмашь Без сна Без пощады Лишь сердце Колотится В грудь От мира Опять Чего-то Возможно Не дополучив Спасибо Я решил Я решил Не выходить Буду отсюда Объявлять Это был Гритсвет Безухов А сейчас Стефания Данилова И приготовьтесь Гаречка Чепова Пожалуйста Он не берет трубку Никогда его не наденет Это была Стефания Данилова Теперь Гаречка Чепова Тишина Пожалуйста Маски Сорваны Финайльные Будоражат Разум Ноты Это музыка Прощальная Саундтреком Под погоду Карты Вскрыты Кости Брошены Клятву Достали Изо рта Я Плохая Нехорошая Вами больше Чем сша Пусть вам Гладко В жизни Сложится Вазелина Вам в пути Я согласна Я ничтожество Вам такую Не найти Спасибо Спасибо Это была Гаречка Я должен объявить Гаречка Четова А Сергей Медведев Пожалуйста И приготовьтесь К Б Жалу Ней А сейчас Сергей Медведевич Нас Проклили Создатели Часов Разбив Закон Кольца На Интервалы Неравносильно Равенство Кусков Дуга Должна Быть Бесконечно Малой Течение Жизни Раскроив На дни Измерили Движение Движением Указан Срок Всему Как Не Храни Круговорот Разбит На Направление Так Время Потеряло Статус Свой Рождение Из ничто В начале Срока Конец Всему Приходит Никакой А между Ними Пиршество Порока Последний Цикл Закончился Тогда Когда В Клепсидре Потекла Вода Спасибо Это был Сергей Медведев Кмас Желаний Выходите А следующий Приготовьтесь Андрей Прут Если есть А если нет То Аврора Гайдар Приготовьтесь В этих вещах Вокруг Теплится Странный Цвет Скоро Замкнется Круг Времени Больше Нет Нет Ничего Стабильнее Надежнее Чем Плод Человеческих Глаз Чем Плод Человеческих Рук Чем Плод Человеческих Губ В этих Вещах Точка Опоры Но Никак Не цель Мой Тру В этой Забытой Богами Дыре Шестой День Как Дождь Тихо И серо Лится Как Сон И Вроде Октябрь Плывет Или Стоит Как Корабль Мой На прогневших Канадах И ждет В этой Дыре Времени Нет Никто Никуда Не идет Цель Она Там За горизонтом Вечно Скрыта От нас Морем Людьми Или Дворцами Блеском Прелестных Глаз И часто Мы о ней Забываем Отдавшись Губам Или Вещам А Да Что же Это Такое Нет Здесь Ответа Не дам Название У нее Все время Плохое Идя К названиям Мы Вечно Не Там Может Завтра Уже Будет Солнце Вон Стук Барабан Да Я пойду Готовить Команду Счастливо Остаться Мой Спасибо Ква Желаней И Вот Сейчас Выходит Аврора Гайдар Значит Выходит И Приготовьтесь Пожалуйста Андрей Кекрас Сейчас Аврора Гайдар Всем Кто растащил Меня по кускам Это не так Кто-то ногу А кто-то глаз Здесь по-другому Вращаются Приоритеты День Ото дня Мне советы Давал И Тартас Подрывников Публикуя Портреты Я раздавала Все то Что еще Шевелилось Скорбь Собирая В выемках На груди Нет Я тогда Ни в кого Еще не влюбилась Но закупила Одну половину Пути Дальше В больнице Пара молитв На матрасе Кто-то писал Их с холерой Борясь Смола Если б ему Кто-то выдал Немного счастья Я пожалела Тогда Что уже Не смогла Выгод Заплатками В области Шейных нервов Наругавши Солнце Которому Наплевать Я собирала Поживки У тех Далеко Не первых Кто воробал Мою дрожь И сворачивал Вспять Спасибо Спасибо Как приятно Ничего не делал А те хлопают Я по себя Аврора Кайдар Это была Спасибо Сейчас Секундочку Пожалуйста Сейчас Андрей Некрасов Приготовьтесь Олег Чебан Мне как-то сесть Не есть А тебе это важно Да Сейчас Давай С первого слова Пойдем Тихо Так мало Так мало Смешались Смешались все Кто за И все Кто против И на душе Необъяснимая печаль Так мало Времени Менять Свои привычки Разлад в семье Проблемы на работе И в целом Уже мало Что заботит Когда вся жизнь Поставлена в кавычки Как пьяный комик Не умеющий Смешить Скребу Под ножом Стихов Под жарку И эти столбики Моих суждений Жарких Убрать бы в столб Забыть Не ворошить Мне мало слов Чтоб выразить Сметель Как жалок я Как ноша велика И что бы делал я Без этого стиха Точнее не стиха Стихотворение Спасибо Андрей Некрасов Вот как Некрасов Вот который Некрасов И Олег Чебан Пожалуйста Приготовьтесь Василий Мальченко Чем я живу Чем я живу Для многих христики Мне чужда жизнь Размеренности плаца Всего так же Пишу свои стихи И помогаю сердцу Улыбаться Не рвусь туда Куда бежит Людвид И не шахтер Не тракторить Не токать Своей душой Исполненной любви Пою я гимны Жизненность Я не умею Так как надо Жить Моя беда Свободная натура Мой инструмент Перо Карандаши Блокнот Экран Словарь Клавиатура Я не рисую Я не рисую мир Хорошим и плохим А просто пью его Как чай в блеск Спокоя жизнь С улыбкой стихи И помогая душам Распахнуться Это был Олег Чабар Это я просто Что свяжут Пожалуйста Василий Манченко И Злата Линник Приготовьтесь Злата была Была? Да Евгений Петрушенко Сколько всего Чего Сколько нужно Сколько 45 30 Ужаться Тихо Спасать Себя Я не умею Спасать Других Вот Мой удел Вот так Спасители Людей Спасти себя Не захотел Спасай Других И сам Спасешься Как эта Логика Проста Душой Своею Вознесешься Зирая На людей С креста Любя Других Себя Возлюбишь Любя Себя Люби Других Тогда И сам Любим Будешь В сердцах Любовью Дорогих Спасибо Василий Манченко Василий Манченко А сейчас Евгений Петрушенко Замотала Цыганская Жизнь За год Третья квартира Разменена Как Москва Развратила Есенина Так Мне Питер Привил Пессимизм Декаденство Пустынных Дворот Этот город Гашишем Прокуренный Фееричными Полнится Дурами И конечно Владимир Дураков Да куда уж Такая земля Все в России Из этого соткана Нас рисуют в ушанке И сводкают И рисуют должно быть Не зря Пионерское детство Да не было Нас растили В бухих девяностых Когда плиты росли На погостах И заборах Да не были нам Стучаться сухими Костяшками Загибаясь на паперти Храма Харе Кришну Мой друг Харе Рама Или что там у вас Телебашни Захламняют сознание Волнами Да и сам я В контакте Запутан Покерфейс И КТ Медведь А чего же так Больно Да вот же мы Молодые Красивые Вечные Все Кочуем Смешными Цыганами Может Поздно уже Может Рано нам Быть серьезными Да ипотечными Как в бреду На последнем Дыхании Захлебнувшись Своей Психодели Я Люблю этот мир Да истер Всем спасибо Надеюсь До свидания Это был Евгений Петрушенко А сейчас Аркадий Рахнер Пожалуйста Приготовьтесь Геша Гробовский Обыкновенное История Когда Карнавал Приближался К концу Я понял Что маска Прилипла К лицу Кусочки Картона Смыкали Края Кровавая Кружева Кожу Края Проклятую С криком Содрал я С лица Слуга Не признал И прогнал От крыльца А сын Вокруг Постепенно Стихал Карнавал Вдали И постепенно Стихал Карнавал Спасибо Аркадий Раднер А сейчас Геша Гробовский И приготовьтесь Любовь Злобина Сейчас Геша Гробовский Вкус мёда Извини Принес Я просто мысль созрела Простите Пожалуйста Ребята Сейчас Вот мы Поэта Всех дослушаем Я просто мысль созрела Чтобы Аж Подсчитывать Будем уже В перерыве Да Потому что Иначе Это сам И кстати Будем это делать Вот за тем столом И любой желающий Может Смотреть За результатами Как Чего К чему Вот Хорошо Все Сейчас Геша Гробовский Вкус мёда Иногда Горчит А детка Шарфиком Махает Гитара Горестно Молчит На вкус Мёда Битлом Манет С тех пор Как я тебя Люблю Любовь Имеет Вкус Медовый Я сердце Факелом Полет Но я Не жалуюсь Я новый И мне Подмигивает Даль Душа Ночами Лихо Пляшет Эх Развеселая Печаль Как Роконрольная Мамаша С тех пор Как я тебя Люблю Не стекло Ещё и года Но Благодарностью Виню Я не опознанный Вкус Мёда Беша Гробовский Любовь Злобина И приготовьтесь Анна Фадеева Все Тишина Пожалуйста Романс Номер Шесть Нельзя Меня Нельзя На десерт Меня Нельзя На потом Я Как Отлетик Я Как Виски Со льдом Меня Можно Теперь Меня Можно Сейчас Иначе Будет Поздно Поздно Для вас Меня Нельзя На полку Меня Нельзя В шкаф Дорогой Очнитесь Нельзя Же Так Я Как Утренней Звезды Случайный Свет Сегодня Вспыхнула А Завтра Нет Меня Нельзя На овоз Меня Нельзя Как Небудь Меня Нельзя Между Делом Как Авось Куп Путь Меня Нельзя На потом Меня Нельзя На десерт Сегодня Я Ваша А Завтра Нет Спасибо Спасибо Любовь Злобина Спасибо Любовь Злобина И Пожалуйста Анна Фадеева Нота Фа Приготовьтесь Елизавета Кобец А сейчас Нота Фа Чашка Кофе Седьмая За вечер Свечи Уже Догорают На улице Быстро Темнеет И медленно Холодает А может И холодеет Но только Где-то Внутри Слезы Ставься Лени Ей Страшно Зрачки Стучат Белые Белые Летят Ломанный Ритм За главной Спешат Страницы Вонзаются В ее душу И вязнут Там В пустоте Чашка Кофе Девятое Утро Свечи Давно Догорели На улице Быстро Светает Чуть Медленнее Теплеет И сердце Потом Оттает Не только Это Потом Спасибо Нота Фа Вот так Назовем Человек Елизавета Кобец И приготовьтесь Давид Садыков Все уже Там Близко К концу Близко Горят Рябины Горят Рябины Алые Костры И сердце Выгорает До Кострища Любви Законы Только Тем Ясны Кто Оказался Вдруг Ногой Я не щит Горят Рябины Падают Листы Шафран И лик Луны Круг Замкает И осень Торжественные Сны Мой Воспаленный Разум Проникает Осенний Воздух Пел Со Лисом Дымы Костров Пронзили Звездный Ом Лиловым Кантом Будто Обведен Таинственного Парка Тон Читрохи Бреду По улицам Вдыхая Аромат Увянувшей Листвы С утра Ненастия Резной Янтарный Лист Как Аксельбан Венчает Мокрой Осень Несчастье Я Возвращусь Домой Душа Пылает Иду На улице Костры Рябин Несчастье 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 Аксельбан Несчастье Ее Несчастье 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 Аксельбан Несчастье Аксельбан Несчастье Бродяшкам Пьяненьким Локаться Но коль Витца Обвиня Подлись С утра С похмелья Можно пить По звуке Ранней Электрички Набьются Мною Утром Птички Садовник Мною Напоит Леньку В жару Во мне Замлеет Змейка Хлебнет Меня Бездомный Пес Всплакнет В меня Седой Утес Но коль Мороз Случится По мне Неплохо И прокатится Эх Ма Всю жизнь Можь Меня Все хаю Что я Никак Не просыхаю И обвиняюсь Слишком резво Хотя почти Всегда Ну почти Всегда Я Трезво Когда Ж вода Война Опять Нагрянет А босс Врага Во мне Застрянет Среди Дорог Рассеи Всей Подай Собак И Крик Гусей Я Ваз Земли Что смотрит В небо Без нас Земля Не родит Хлеба Всегда Я спокойненько Лежу Обидника Не держу Я всех люблю И всех Приятно Мною Небо Влагой Пусть Землю И Хочешь Верить Ты хочешь Нет Я где-то Даже Поэ Назваться Так Не возражаю Ведь Аж Звезды Отражаю Еще Тем Я хороша Что Я как И твоя Ох Твоя Душа Холодна Нутна Последнего Гроша Не стой То засияю Вдруг Звездою И Все же Я Простая Лужа Я Просто Лужа И Во все Века Я Я Сберегаю Слезы Неба И Отражаю Облака Встречательный Поэт Евгений Макаров Новый Турнир Он снимается Женя Знал На что шел Мы его Во втором отделении Еще послушаем Главная задача Выступит Кто хочет В турнире Не зашкаливать За две минуты Пожалуйста Евгений Дьяков И вот После Жени Дьякова Приготовься Чтобы наши Ребята Поют С песней Что-то С музыкой Я твой образ Прочту наизусть Без единой Запинки Наверно Сквозняком Нескончаемым Грусть Продувает Усталые Нервы Память Снова Подложит Свинью А тебе Мне напомнив Не кстати Все равно Где найдется Приют На помойке Или жена Арарате Все равно Кто подоб Маграциозной Кошке Ко мне Преластится Теперь уже точно Поздно Наши отдельные лица Отныне смеются На фото Значит так Теперь будет пусть Только образ твой Вижу Вот он Я легко Веру Наизусть Спасибо Это был Евгений Дьяконов Костя Константин Логвинов Выходите пожалуйста Ребята Я честно запамятую Как ваш коллектив называется Скажи как Группа О-Ло-Ло Как Группа О-Ло-Ло Ну это Тролли что ли Вы в конкурсе Да Давайте С первой Секунду С первого звука Да С первого звука Значит Можешь сравнить Окей Через лучи Прямо с неба в океан Опускался Незнакомый караван Едут, едут Они русский говорят Победили И конями ставят мак Через кучи В океан Через кучи В океан Через кучи В океан Через кучи В океан Бедных капель Стук закрытое стекло Запах чая Как любимый далеко Оставляю Этот бывший кровь и стол Караванщик Под окно уже пришел Через кучи Чечечко Через кучи В океан Через кучи В океан Через кучь В океан Нормально. Оставляем. Нет, ну как исключение в данном случае. А как у вас о-ло-ло? Пишем, что они о-ло-ло. Да, и мы их еще услышим во втором отделении обязательно. Поехали дальше. Ребята, марафон. Что следующее? Георгий Амартол, пожалуйста. Георгий Амартол. И приготовьтесь, Серега Григорьев. Стихи, посвященные 89-й годовщине Дня смерти Владимира Ильича Ленина. Не лысина даже, а целая плешь, Голая, как колени, Как яйцо, прямо жарь и ешь, Но подхожу и не вижу. Где ж, где твоя лысина, Ленин? Манит загадками хитрый вид, Ввысь изваянный вырос, Но под осадками череп скрыт, Белым завален, идол стоит, Будто из ванны вылез. Мною намек его сразу прочтен, Дальше иду довольный. Напоминает Ильич, что он, Так же лысину вскрыв под шиньон, Брал в 17-м смольный. Вихри враждебные в пьедестал, Бьют, как цунами, об остров. Он же где встал, простоит и до ста, Лысиным ловко орудовать стал, На высоте своего поста, Как на строкой апостров. Спасибо! Это очень хитрый человек. Георгий Абартон, Я надеюсь, Георгий, мы-то во втором отделении еще услышим. Пожалуйста, Серега Григорьев, Ну так написано. Ну так было написано. Да, это было. Разбитые мысли в голове И затаились по углам, Не помню кто, в какой голове сказал, Что счастье дуракам. Я видел, плачут фонари, Разбитые стекла по асфальту, Тут говори, не говори, Все пропиталось злом И фальши наполовину пуст стакан И оптимизму вопреки, Коль счастье только дуракам. Так жаль, что мы, не дураки. Спасибо! Серега Григорьев! Григорьев! Галин Беззубова! Почему-то Галин писано. Галин Беззубова, Приготовьтесь, Галина Мамонтова. Пожалуйста. Поснимайте ее кто-нибудь. Я снимаю. Фотографа, она сама же фотограф. А ей хочется, чтобы я тоже снял. Дайте поговорим, что у меня есть. Снимай хоть чуть-чуть. Так, пожалуйста. Бог посылает нас на Землю, Чтоб мы могли друг друга распознать, Чтоб мы могли друг друга видеть ближе, Чтоб мы могли друг друга ублажать. Бог посылает нас с галактики далекой На долгий путь в простой земле. И жизнь сдает, как вечное изгнание, Чтоб, наконец, прожив, мы обрели покой, Чтоб знали цену мы покоя, Чтоб знали цену счастья и любви, Чтоб, наконец, могли поверить Богу, Вот даже на последнем вираже. Бог посылает нас, Чтоб боль изведав, Сильнее мы стали. Но если не поймешь, Он посылает нам болезни, Потом и сам, Не верующий в Бога. И жив. И, милостыни Божий, ждешь. Он закаляет нас при жизни, Бедой, Боем, Нищитой. Но знай, Наступит время, Возьмет он все, Вернет в покойку. Спасибо. Галин Беззубова. Галина, это же Галин? Галина, Галина. Или просто Галина? Нет, Галя. Ну я не в зоне-то. Писали Галин Беззубова. У меня потом на видео что подписано? Галина. Галина, все-таки. Да. Пожалуйста. Галина Мамонтова. И приготовьтесь, Космонав, Где комбит. Николай Дорин, короче. Декабрит. Декабрит. Сектарин называет Деклептаманка. Она вошла В роскошный шум. Бриллианки ослепляли светом. Откуда в ней, В ее натуре, О ком слагают все поэты? Обозревая весь прилавок, Взгляд задержала на булавках. Раскрыла сумочку, волнуясь, Рука невольно потянулась, И к выходу скорее спеша. О, Боже, как же хороша! Духов пьянящий аромат. Ну, кто же в это виноват? Спасибо! Правильный шаг поступил. Там мне длинное читало, Сейчас покажу. Вообще. Галина Мамонтова это была. Мамонт. От слова «мамонт». Декабрит. Николай Сдоль, пожалуйста. Улыбайся за меня. Мостам, каналам, львам и сфинксам, Наглым птицам над Невой, Глупым птицам на садовой, На дворцовый музыкантам, Можешь даже дать им денег, От истерик лечит берег, Силуэтом и загубой. Но меня, по крайней мере, Это было точно, помню, Остокотлим на ладони, В море развелось светило, Все бессмысленно и мило, Перевернутые кошки, С ярким шариком Ихрают в 10 тысяч лье прибоя. Улыбайся постоянно, Нас-то и красных позабудут, Приблизительно на завтра, Не торкнувшись, а рядом буты. Ничего, пока что живы, Мы счастливейшие звери, Я доверчивый намерен Целовать твои ладони. Улыбайся, ведь кто кроме, За меня способен выжать, И мне кажется, что ближе, Для людей быть невозможно. Спасибо. Николай Жовин. И, ребята, Осталось три человека, Три человека. Сопрано, пожалуйста. Приготовьтесь. Почти арчат, Почти арчат. Приготовьтесь, а сейчас сопрано. Нет, там перед тобой Будет еще один хитрый ход. А сейчас, пожалуйста, сопрано. Ну что ж, заглобный, Тогда гномный. Пусть стремится любящий орать, К пропасти, Синеющей воржи. От любви не надо умирать, Надо жить. 10 секунд, А запомнится на всю жизнь кому-то. А тут... Не, вы уже классный стих. Сейчас уже совсем все завершается. Перед тем, как... Артыш, а можно тебя попросить Где-нибудь здесь находиться? Сейчас я прошу выйти всех, Потому что я не мог все учесть наверняка. Кто-то еще не выступил. Из тех, кто даже заявился. Вот вы, да? Да, вот вы, и вот вы. Давайте, давайте, с вас, и вот вы сюда. Начинайте. Да, выходите. Называйте себя. Добрый вечер. Меня зовут Кристина Януш. Кристина Януш. Молодым поэтом Питера. Всем. Мы не одни в Аскалином городе. Нам не холодно. Нас вспоминают. Пляшет солнечный зайчик на вороте. По-цыгански шумит стенная. Мы не одни в подворотнях застанных. У нас тесто стихов дрожжевое Поднимается из сознания застанного Пульсирующее. Злое, живое. Мы как чахоткой плеемся рифмою. Как стекло выдуваем строки. И зима зеленеет блоковской нимфы. И невластны над нами сроки. Кто-то ушлый. В унынье чековском забывает про первопрестольную. А мы обернемся грозой фетовской. Водкой вылечим там, где больно. Нас не вывернет хмарь балтийская. Мы поэты из прочного сплава. Прямо в небесное идем за пропиской. Нам... Извините. Давайте не устраивать здесь чистку стихова, да, по бумажке. Я просил. Мать это читать. Че там, с какого-то? Мы поэты из прочного сплава. Прямо в небесное идем за пропиской. Нам по колено грошовая слава. Гоядри, этот день, гриппующий, какой-то ужас. Чего гриппующий? Я не издеваюсь над свихотворением. Просто этот день, гриппующий, в секонд-хендерском облачении, к нам вернется счастье, гриппующим, специального назначения. Мне нравится. Януш, да? Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кристина Януш, да? Хорошо. Давайте, Игорь Борисеевич, следующий. Вы в конкурсе остались? Я просто... Мое почтение, господа, особенно дамы. Господа и дамы, и красота, и ямбы. Господа и дамы, и красота, и ямбы. Ну, короче, конкретный такой чувачок, читаю, трепачок. Вообще, мужчина такой брутальный, все при всем, плечи и талия. Нормально такой, под негров, закосы, ставят вопрос. А нужна ли женщина? Нужна ли женщина? Нужна ли женщина? На корабле? Най, нол, них, не. Женщина хороша, там, где стихи и дефиле. Оле, 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 оле. Стихи и дефиле. Оле, 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 оле. Стихи и дефиле. Читайте нашу рекламу. Модные стихи, в модном направлении, от модного дизайнера. Какие уж там хихи. Мое поколение выбирает лайнеры. Хочешь стать народным? Стань модным, как Бритни и Эминем. И все без проблем. Хочешь стать свободным? Стань модным, как Геркулес или Икар. И все без забар. Красоту и ямбы. Всем бы нам бы. Красоту и ямбы. Всем бы нам бы. Но у меня еще куча всяких умных мыслей. Но тут голос из зала. Валее, от седа, лысый. Твое бормотание уже достало. Мы вообще-то пахали всю неделю. Где обещанные поэтессы и модели? Оле, 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 оле. Стихи и дефиле. Оле, 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 оле. Стихи и дефиле. Красоту и ямбы. Всем бы нам бы. Красоту и ямбы. Всем бы нам бы. Красоту и ямбы. Всем бы нам бы. Игорь Борисевич. Еще добавляет Борисевич и комп. Ну, не важно. Игорь Борисевич. Душа моя цинична и весьма. Не видя в том особую проблему на тысячу вольт, зажав в ладонях клемму, я потихонечку, бочком сойду с ума. Как с электрички, где-нибудь в юках. И буду там, вдыхая воздух важный, считать совсем, совсем уже не важный. Боль от ожогов на моих руках. Спасибо вам. Хорошо, когда поэты слушают. Валера сказал короткий, прочитал короткий. Не всегда он так поступает. Спасибо, Валера. Запомните, Фанасюк. И вы, Илья Глазов, выходите. Я сегодня на вас не кричу, а потом буду кричать. Чего так долго идешь? Илья Глазов, пожалуйста. Глазов, но. Тихо, сейчас хитрость хитро. Ты мой тихий, ясный свет. Рыжий мой, осенний лист. Ряд боженький, привет. Больше я не атеист. Я потом пойму, я просто сейчас не понимаю. Илья Глазов, реально сейчас еще не соображаю. И завершает турнир Арчет. Надеюсь, что он попадет. Я очень постараюсь. Маленькая преамбула, стих да, длинный, извините. Я специально вышел с будильником, чтобы уложить его в две минуты. Я буду на него поглядывать. И мне очень хотелось этот стих, он, к сожалению, основан на реальных событиях, просто прочитать. Уложи будильник. Нет, ну хочешь, мы можем бросить клич, и все решат, что тебе можно исполнить сколько хочешь. Я постараюсь. Или все-таки будем ухватывать? Я постараюсь. Я тоже считаю, что надо быть... Нет, надо... Что? Надо остаться. Вы же не работали, чтобы не поделили. Я тоже считаю, что надо, чтобы уладывать. Все, тишина, с первого слова включаем таймер. Тишина, согласен. Когда до осени было 15 дней, доктора сказали, завтра лучше не будет. Надо быть увереннее и сильнее. Носили воду в пластиковой посуде, А она скулила, как плачут псы в заперти, Обо всем своем небудущем сожалея. И плита, давно лежащая на груди, становилась тяжелее и тяжелее. У нее был мальчик, выпавший с первым снегом. Но потом вернулся, выдержал до конца. И пока ходила, радовался побегом, А потом стирал слезинки с ее лица. И она с его. Потом отключились руки. Он уехал к ней и с ней разделил кровать. Успокаивал по ночам, облегчая муки, Не давал сдаваться, плакать и умирать. Рождество. Морозы были под минус 40, Но она смотрела только из-за окна. И ослепла. Метастазы пошли в подкорок, На глаза упала мутная пелена. Через пятеро суток боли, в последних числах, Под куранты зачем-то снова пыталась встать. Осознала, что загадывать нету смысла. Поняла, что не умеет уже мечтать. Бесконечные иголки, штифты, трубки, Терапия, рвота, капельницы и сны, Ни слова, ни сожаления, ни поступки Не помогут дожить до первого дня весны. Никогда не поздно все начинать сначала, Только если ты еще не пришел к концу. И она не причитала, И не кричала, А сказала через ломку и хрипоцу. Я люблю тебя. Прости, что все время плохо. Принеси, пожалуйста, сок или воды. Он погладил ее по носу. Четыре вдоха. Мы не будем пасовать из-за ерунды. Он ушел. И она пошла, Замирая слепо. Но любовь верна, Доверчива и ясна. Он вернется к ней со стаканом воды на небо. Все, конечно, будет. И будет опять весна. Секунду, сейчас, это уже конец. Да, да, да. Ладно, у тебя там что-то подлиннее. Две минуты пять секунд, Поскольку все были за, А вот Стефаня была против. Две минуты пять секунд. Вот как она решит, так и будет. Снимаем Арчета в голосовании или нет? Не снимаем. Не снимаем. Оставляем. Арчет остается в голосовании. Две минуты пять секунд. Спасибо. Господа, теперь иди, пожалуйста, сюда. Запомните, Арчет, Арчет. Можно говорить последний. Быстрее, можешь сюда подойти просто. Чего ты там копаешься? Иди сюда. Вот эта женщина очень честная. Ее зовут Лидия Гусева. И, господа, сейчас в течение минут пятнадцать-двадцать Даже сделаем перерыв. В течение ближайших десяти минут Сдайте, пожалуйста, ей все вот эти вот листочки С фамилией. Хорошо? У вас будет сейчас время подумать. Но в ближайшие вот десять минут, Чтоб мы успели потом подсчитать. Ровно через десять минут мы начинаем считать. То есть в тридцать, в сорок, В двадцать-сорок мы начинаем подсчитывать голоса. Перерыв! Перерыв! Ура! Все, пошел. Дорогие друзья! Вот сейчас тот момент, Когда можно объявить победителя Фест-турнира за главный стих. Этот турнир устраивает театр поэтов. Послушайте. Я его Карабас-Барабас, Владимир Антибенко. Сейчас дам кому-то там, кто разговаривает. Очень больно! Тише, тише. Эй! Бабушки, дедушки, молодежь и все остальные! Вот. Добрал бабушку. Да. И вот, Вот знаете, вот честно, Вот кисток, тут все. Ходите сфотографируйте, Может потом выложить можно будет. Сейчас я, чтобы еще, Вот на камеру еще, да? Что-то там будет понятно. Успела ли это снять? Да, только, думаю, все равно ничего не будет. Ну ладно. Значит, понимаете, в чем дело? У нас есть победитель Предыдущего, так сказать, Заглавного стиха. Его зовут Саша Лондон. Ну, ходи, Саша. Вот он. Заглавный стих 2012 года. Мы с Сашей договорились, Что он какую-то черную медаль или что-то, Или какую-то шапку принесет. Но мы договорились в моей голове. Вот. А вот здесь не все. К сожалению, Ничего нету, Чтобы передать победителю, Вот. Его объявить. Вот смотрите, Вот у Титовой Галечки Четыре балла. У Арчи-то четыре балла. Дальше по три идут. Некрасов три балла. Катрушенко три балла. Ну, имеется в виду, Три человека проколосовало, да? Вот. А еще вот Харт три балла. Хар. Харт, да? Да. А еще вот Ерофеева Полина, У нее вообще пять баллов. А кто победитель, Назовет сейчас Саша Лондон. Саш, может ты какой-то жест сделаешь? Вот сейчас родится традиция. Не знаю, Вот я надеюсь на творческую инициативу предыдущего заглавного стиха. Смешно. Тот человек, которого шесть баллов, шесть человек за и проголосовало. Пожалуйста, победитель Юля Сичкару. Юля Сичкару! Яну! Юля Сичкару! Сичкару! Нет, ты! А, идет. А, идет. Что-нибудь скажи там. Ну, что я могу поцеловать даме руку. О, я придумал! Носи ее на руках. Нас будет носить на руках. А если ты... А, у меня не... 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 А сможешь? Ну, это не серьезно. Ну, это хорошо, ставь. Давай стихотворение, а ты пока послушаешь. Да нет, я думаю, что я что-то скажу. Да. Как-то поздравлю. Ну, давай, давай. Таким, кислым голосом. Ну, во-первых, честь выступать на этой сцене. И в прошлом году для меня было. Я думаю, что не важны ни призы, ни какие-то грамоты, да? Потому что, во-первых, я думаю, что этот турнир какой-то популярности особо не дает. Да, но... Нужно бы благодарить Володю Антименко... А, нет, я пошел. Заряды. Так победителя было мы. Нужно просто поблагодарить Володю Антименко. За то, что он проводит такие вечера. Саша, определяешься, популярность, она бывает разная. Бывает историческая популярность. Нет, я ни в коем случае не жалуюсь, что он мне захватает популярен. Вот исторически, вот в «Бродячей собаке» ты первый, Юлия в следующем году, в 2013. Кто знает, может быть через пару сотен лет ты будешь популярен. Нет, важно, чтобы просто в таком месте, в исторический знак, звучало действительно поиск. Вот, вот это самое. Спасибо. Я хочу отметить просто, что популярность в данном случае зависит от тебя. Станешь великим поэтом, и наш фестиваль станет популярным. Спасибо, Саша. Что-то не то. Давай перед ней постоим на колене. Юля, ты молодец. Юля, ты молодец! Молодец! Объявимся в интернете. Давайте, да, с тебя стих, как победителя сейчас, да, потом стих с тебя, а потом Некрасову, Леша, надо уходить, потом Алексей Некрасов, давайте, поехали. А потом скажем, что будет. А можно ты сначала сказать? Конечно, конечно. Ну, в первую очередь, спасибо. Ты можешь сейчас делать, что хочешь. Хочешь раздевать. Да, отжигай. Спасибо организатору этого фестиваля, спасибо всем людям, которые голосовали, не только за меня, но и за тех людей, которые здесь выступали, потому что для любого автора его произведение оживает только тогда, когда он охотит опции к чьей-то душе. Если человек голосует, значит, действительно, это произведение ожило. Ну и спасибо тем людям, которые по мне голосовали, вы и я. А, подожди, я еще хочу добавить. Ребята, ну, как бы это ни было, но все равно, здесь ведь хитрость хитрая, именно что фестиваль «Бродячие собаки», чтобы, ну, поэты прочитали стихи, «Спектр» посмотреть, что сейчас в Петербурге, какие заглавные стихи. Но, все-таки, это, я считаю, такой конкурс, у кого больше друзей пришло. Это замечательно. Потому что друзья должны вовремя выходить. Юлия Сичкорук. Тишина. Женя. Давайте я думаю. Я чувствую, настанет светлый день. Я верю, мы найдем однажды силы все осознать и разглядеть в себе, что было в нас всегда, а мы забыли. Мы шли туда, а солнце было тут. Грело солнце, мы не замечали. Ты будешь здесь, когда они придут и поведут к последнему причалу, когда задушат равнодушьим глаз. Устроят бой за то, кто бросит камень первым. Ты будешь рядом в этот страшный час. Рука в руке, плечом к плечу. За веру мы выстоим. Среди бетонных стен дышать легко, а умереть не страшно. Покуда веришь, что настанет день, когда любовь и свет рожнутся в каждом. Пускай их не увидим ты, да я под ногами камни, да и только когда-нибудь в тех солнечных краях раздастся числый звонкий смех ребенка. Там будет новый мир. Другие дали и другие люди, когда-нибудь однажды. Ты держи. Когда-нибудь, но непременно будет. Я чувствую, настанет светлый день. И он все ближе к каждым добрым взглядам. Мы сможем встать когда-нибудь с камнем. Мы рядом. Спасибо. 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 Юрия Сечкарова Пожалуйста, Саша Лондон, заглавный стик 2012 года. О господи, нести нам нашу старость, болезни, боли, очи закрывать. Вот мать моя испещрена волнами, я Божию эту зрячесть не снесу. Вот бабушки моей уж земли любят, а враги дольней юности ее зияют страшно бездными двумя носами в ее сливово-яблочных очахах. Однажды я вернусь домой усталой и смертной, плешивой пустотой. Силентиум меня с порога встретит и время по кошачьей полоснет. Еще громче дам, пожалуйста. Вот и скучно, что? Облог. До дна мне эту чашу не испить. Захлебываюсь я твоей водой. И зеркало штормит передо мной. И крестится, и молится двойной. Я шаток, Господи. Я Боже знамопадок. Я тяжесть неподъемная твоя. Но не себя. Тебя я прямо вижу. Вот крест окна, и ты воды на нем. Спасибо. Саша Лондон. И, пожалуйста, Алексей Некрасов. Андрей Некрасов. Ой. Андрей. Андрей. Прости, пожалуйста. Андрей Некрасов. Можешь меня выдать. Вот. Ты бегу. Ты говоришь, я прочитаю. Давайте прочитаешь первое. Если тебе зал разрешить, ты прочитаешь второе. У нас так. Андрей. Третий разрешаем сразу. Неизвестно. Мне пишут письма старые друзья. Выводят строки черствыми руками. Смеются надо мной и над стихами. Как будто это главный мой изъян. А дальше, как обычно, обо всем, что нет ни справедливости, ни веры, что потеряли страх и чувство меры, и что путем неверно мы идем. О том, что мать больна, проблемы с сердцем, что бывшая по слухам на сносях, и что опять в вечерних новостях так мало соли и так много перцев. О том, как много пролетело лет с тех пор, как я уехал из деревни. Что, мол, совсем забыло же, наверное, своих друзей. И я пишу ответ, что помню все. И первый переезд, и смерть отца и дедушкины слезы, сарай, черебуху, крещенские морозы и даже партии последний съезд. Как мы, не зная будущей судьбы, хранили тайны в крошечных тетрадках, по вечерам в саду играли в прятки и что-то там название забыл. Как я под утро шел к себе домой, и отражаясь в лужах, как в витринах, я был беспечным и счастливым сыном. И был рассвет, и жизнь была другой. Займи мне денег на билет, я ненавижу бездорожье. Возьму плацкар до Запорожья и тронусь где-нибудь в обед. Зайди под вечер в пыльный блок, прочти всю нашу переписку, и напиши мне по-английски, чтоб я не понял, ты не бог. И расскажи своим друзьям в обед, во время перекура, что я мудак, а ты не дура, но ты мой инь, а я твой ян. Танцуй со мной всю ночь ламбаду, убей во мне мою усталость. И сочетая честь и слабость, измажь меня своей помадой. Наклей мне черные усы, купи сигару и вискарь, я буду выглядеть как царь, надев корону, сняв трусы. И, разоряясь на слова, достав из шифонера шмотки селедку, запивая водкой, пойму, насколько ты прав. Минувший август был холодным СРМ, в который раз стреляюсь холостым. В почтовом ящике опять одни газеты, за полчаса уже восьмая сигарета, в стакане выдохся вчерашний арарат, влюбляюсь все не в тех и не в попад. Вчера ужасно прочитал стихи. Для большинства кажусь замутным и сухим, по-прежнему боюсь припомнить всю я, о чем не пишут, не поют и не рисуют. Ушел из дома, дверь оставив незакрытой, и вновь плачу по всем своим кредитам. Боюсь опять начну рубить с плеча, мечтая броситься под бампер на плеча. Погасли лампочками старые пыльные люстры, куда-то в зиму спрятанные чувства. С самим собой режусь у дурака, соседям снизу в таз стекая с потолка, и в гости уже редко кто заходит. А в сущности ничто не происходит. Менты стоят в очередях за пирожками, все мои мысли перепачканы стихами. В дурацком качестве дебильное кино спасают только эркер и окно. В Одессе греют животы коты, я, как и ты, хочу немного, как в Латвии. Здравствуйте, театр поэтов. Продолжать Андрею Некрасову читать. Поднимите руки, кто считает, что стихи Андрея Некрасова полная фигня. Без крайностей можно полная фигня. Я обожаю вам приветствовать. Всем тем, кто пришел на эту встречу, узнав ее из интернета, всем, кто узнал, как бы, всем домочадцам, общаемся, не выходя из дома, и я тебе окажусь родным и близким. Я сам смеюсь над нашей перепиской, ведь мы с тобой даже не знакомы. Ты в сообщениях откровенно, как всегда. Напротив классных фоток лайки ставишь, не заикаешься и даже не картавишь, ну, чуть-чуть неграмотно, но это не беда. У нас так много общих интересов. Кино, поэзия. Ну и, конечно, кошки. Сидим с нетбуками на кухне у окошка и, как нам кажется, справляемся со стрессом и, улыбаясь скобками тройными, в общении будто выбиваем страйки. Мы даже с другом напиваемся по скайпу. Хотя бы так мы не становимся чужими. Наступит время. Мы все сгинем в мир иной. Сотрутся в памяти аватарки и лица. И ты запомнишь. Не меня, а лишь страницу с музлом, картинками и прочей чепухой. Спасибо! Это Дэв Андрей Некрасов. И, господа, вот сейчас Арчет что-то хочет здесь поприсутствовать на сцене. И после этого я бы попросил музыкантов наших дорогих любимых после этого выступить. Хорошо? После Арчетов, да? Пожалуйста. А сейчас Арчетов. В общем, это стишок, который я мог бы читать, но не стал вместо того первого. Мне очень хотелось бы представить. Спите с теми, кто снится, Целуйте, закрыв глаза, Почаще меняйте лица, Страницы и адреса, По лестнице прямо в небо, Под песни колоколов, Насвистывая нелепо, Пиная болиголов, Отстукивая по вене Вселенную волоча, Отталкивая ступени Из желтого кирпича. Несите на небо звезды, Танцуйте на берегу, Бросайте дома и гнезда, Потерянную серьгу, Утраченную невинность, Почти обретенный стих. Спите с теми, кто снится, Вы сами один из них. Второй кишок читаете? Да, читай. Это такая пародия На товарищей ныне вымерших Эмма И прекрасной себе бессмертной годов. Когда-то. Я шел по проспекту, Брызгая лужи, И солнце светило, И птички пели, И даже, вот это всего было хуже, Я слышал цок от капели. Бумажные лодки пускали мальчики, Тучки ушли с небес, Эти дебильные, сука, зайчики Бежали от медных рельс. Но я не поддамся на сладкую ложь. Я знаю, вокруг уроды, Депрессию запросто не прошибешь. Я воин зимы и свободы, Мои говнодавы, как ночь черны, Мой хайр внушает страх, Трава, как знамение святой войны. И ленточка в волосах. Весь мир меня видит навозной мухой, И каждый готов давить. Вон, сука, воробушек, Кап на косуху. Глаз метил, хотел убить. Вот так и иду, Одинок, печален, Сквозь служи весну, апрель, И птички поют, Небосвод хрустален, И капает, сука, капель. Вот мне это надо было читать, да? Ну, я так и понял, Я на этом фестивальчике Хронически занимаю вторые места. И, наверное, последний стишок, Я его один раз в этих стенах уже читал, И как раз с ним я занял второе место. Я прошу тех, кто, Кому, короче, понравится в прочтении, На чем-нибудь отстукивать ритм. Можно на столе? О, например. Там ритм очень простой. Тум-тум-тум-тум. Итак, дверь. Можно попросить барабанщика сидеть вот туда? А то, иначе запишется только... Он уж очень... А, хотя ладно. Брех был тобой. Хорошо. Грохот и звон, Снова перрон, Снова чужой номер. Несколько строк, Тайный порог, Шил, не дожил, Помер. Снова курок, Третий звонок, Громкий щелчок. Кода! Труп на траве, На голове метка его ухода. Паника, крик, Пережил старик, Третий инфаркт рядом. Это вчерашний пацан-призывник, Душу отдал снаряду. Кто-то вчера написал, Пора! Кровью на стенке тесной. И эта игра настолько стара, Что даже неинтересна. В чем же мораль? Может, я в рай, Но не такой. Простите. Не закричу, Не промолчу, Только строчу. Живите! Будьте невольны, Будьте довольны, Радуйтесь и страдайте. Если хотите, Плывите в орбите, Или в кругу сияйте. Только живите, Ведь этой нити Нет ничего дороже. Грохот и звон, Снова перрон, Я буду жить тоже. И господа, Хочу также пригласить всех В субботу Музей-усадьбу Державина, 10 лет театру поэтов, Там акция называется Лирика 21 века. Придешь? Приду. Ну, я тебя в программу. Хорошо. Приди, лирику используй. Приду? У тебя все, У тебя все лирико. Не, не все. Сука, они все равно Повыли лирико. Сука, лирика. Да, просто лирика 21 века Может отличаться от лирики, Понятия лирики вообще. Мы это и проверим. В том числе. Ну и ждем подарков там всяких. Супы нам несите, пирожки. Хорошо. И наша любимая, Уважаемая группа ОЛОЛО! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы здесь находитесь, ладно? А вы, пожалуйста, туда. К сожалению. Иначе плохо будет запись. Ладно? Спасибо большое. А вы здесь, где-то поете. Начните исполнять. И решим. Все вместе решим, сколько им весит. Ну, я думаю, пару песен нормально. Пару-то молодец. Придуешься, да? Нет, заеду. Залезу. Песен за это залезу. Рыбы новые, фиги новые, Завтра старые, Сегодня молотон. Оленький цветочек Я сорвал и бросил. Дорог, редок, скучен, Надоел. Ай-я-я, ай-я-я, Принесите мне коня, Мне коня, мне коня, Мне волшебную копылу. Ай-я-я, ай-я-я, Я залезу на тебя, Я залезу и уеду Далеко и навсегда. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Трансформа погоды дуют рыбам Годы называют годы именами Всем когда объявят имена Или за потихоньку вспыхнутся лучами Ай-яй-я, ай-яй-яй, принесите мне коня Мне волшебную копылу, ай-яй-яй, ай-яй-яй Я залезу на тебя, а я залезу И уеду далеко и навсегда Хороших людей станет больше Если люди придут на конюшню Покормят лошадок, погладят Откроют им свою душу Задержатся чуть подольше Здесь не бывает скучно Здесь с добротой ладят Здесь боль становится лучше Не знаю, в чем тут секрет Может в том, что секретов нет Просто лошади тянутся к людям И по праздникам, и по будням просто лошади Любят людей Полюбите и вы лошадей Аплодисменты Аплодисменты Готовы Эпиграфы До свидания Прождите Василий Манченко Аплодисменты Аплодисменты А-а-а-а-а... Я проснулся с утра, свалил суп из добора, Разбудил всех, кто спал, уходить уже пора, Уходить уже пора, начинается игра В зеркалы я подошел посмотреть на себя, Посмотрел на себя, не увидел лица, Видел копы в степле, не увидел себя, Не увидел себя, не расстроился, Сердце екало в груди, значит живи еще я, Значит живи еще я, значит буду дрожать, Страхи делать и груст, страхи жить, успевать, А успеть нам надо мне распорить, Заголиться к дюк и включить к дюк, И поставить дюк на большой ковер, А когда пора идти ждать пожарников, Ждать пожарников на балконе ноги шов, И плясать в паровод до пожарников. А не здесь, а не в касочках, И растянуть батут мне приветливо, Мне приветливо скажут, брось, плясать, Скажут, ты на экран, и я кинус вниз, 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 КОНЕЦ КРУППА ОЛОЛО Представьтесь, кто вы? Наташа Константин Логвинов Наташа, есть фамилия? Логвинова Игорь Аникин Евгений Сальва У меня прошло, секунду У вас есть не длинная акапелла? Можете? Хотим послушать просто голоса На биско Можете фрагмент спеть, господи А может быть А вам весело или вкусно? Ту, которую хочется Красивую Нет, давай оттуда То, что лучше звучит на два голоса Вот так Я считаю, до трех и прогоняю Мы, белорусы, шатю Все, тишина Нет, без мужики Ай, засыпало солнышко Ай, провожали война Будак упал, боженька Нам не ответил, нам не ответил Промолчал Будак упал он, боженька Нам не ответил, нам не ответил Промолчал Мы закричали, свеснули, ой, свеснули, ой, да со злобой билися, волк обратился в финал. Ой, да крылом свет затворял, волк обратился в финал, ой, да крылом свет затворял. А после битвы Ярославль мы пили воду чистую, да засыпали замертва. Земля не стала нам рожать, да засыпали замертва. Земля не стала нам рожать. Мы залили черный яр, ой, да по свету раздрелись, ой, да искали смерти мы. Да она нам не отдалась, ой, да искали смерти мы. Да она нам не отдалась, ой, засыпала солнышко. О, ой, провожали воина. Бонда купала, боженька, нам не ответил, промолчал. Бонда купала, боженька, нам не ответил, промолчал. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто автор стихов? Мои стихи. Константин Логин. Кто автор музыки? Мы называем музыкальной идеей, потому что аранжировки иногда я пищу. Иногда глупо. И последнюю. Костя, тебе надо чаще петь. Голод хороший, но не разработан. Голодой. Спасибо, группа О-Ло-Ло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, все, ребята, у нас же мы не в бане сидим тут. Спасибо. Я свое мнение высказал. Я слышал, как Константин Логвинов пел громко, вообще. Сейчас у него что-то тихо ушло, и чувствуется, что человек мало поет. Надо ему чаще петь. Я бы хотел вот Александра Раара позвать. И после этого вот Сопрано и Руяна. Можно я тоже одно? Все можно. Давайте постепенно. Раар. Александр Раар. Стихотворение о проблемах и задачах искусства. Я считаю проблемой искусства прозябанием повседневности, обессмысленное, обесчувственное, отдающее затхлою бренностью, отдающее сплошь мертвичиной, воплощенное в жалкой искусственности женщинами и мужчинами, занимающимися проституцией. Я считаю проблемой искусства выражение второстепенного, заслоняющего недоступностью первозданное и сокровенное. Точно легче напакостить ссором, чем воздвигнуть монументальное. И мне кажется, нас это скоро доведет до исхода летального. Я считаю задачей искусства обращение времени в вечное, ликвидирование безрассудства, пробуждение в нас человечного, прояснение и становление лучезарно ликующих личностей, умножающих в разделении человеческое величество. Я считаю задачей искусства, побуждение к жизни и силе, к возведению новых конструкций. Саш, давай не будем устраивать литературное чтение. Нет, я не против. Он считает замечательно. Для литературного чтения Саша профессионал. Но здесь не литературное чтение, здесь театр поэта. Знаете, по проблемах нет. Спасибо, Александр. Радость. Саша, новость, замечательная. Литерату на объединение. Я, 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 я сочинился творение. Сейчас я его опускаю. Пришел выступать у тебя за поэта. Будь ярким, дари энергию в зал. Я же не против, что стихи-то замечательные. Хочешь, одержайся тебе, пожалуйста. Пожалуйста, сопрано и руян. Саша. Слушай, обещаю. Зачем приходите? Я новая сочинилась. Я тоже сочинилась. Я прочту длинное творение. Теперь. А я короткий. Ну, это короткий. Что мне эти ваши цветочки-лютики? Каждый первый мучим тактильным голодом. Говорить кому-то. Я, Аня, не люблю тебя. А потом бежать и бежать из города, где бродили соком, речными венами, нитевидным пульсом больного Невского. Просыпались выпитыми, блаженными, как герои в повести Достоевского. Скажешь, город мой, до свидания. На табло увидишь ошибку сервера. Ветер здесь. Последнее издыхание. Обреченный бой Атлантиды с севера. Оставайся. Стой. Не ходи. Куда же ты? Как я стану жить без своих волшебников? У других ведь кельи многоэтажные превращают сразу людей в отшельников. Я красив. Я молод. Вот фотографии. Где еще найдешь себе трехсотлетних? Вы мне сами пишите в бетафии. Пассажиры глупые. Безбелетные. Раскричался город. Охренеть. Закашлялся. Отвернулся. Молча стоит и хмурится. Под ногами звезд ледяная кашица. Понимаешь, Питер? Родные улицы невозможно видеть. Мы с ним ходили там. По любой отток ты до Стороневского-3 и не вы, наверное, слезами вылета по героям повести Достоевского. У меня разлет город молча покрылся наведением. Спорят с Питером то еще развлечение. Время мечет, если провалы в памяти хоть каким-то можно назвать лечением. Я все так же днями брожу по Невскому. В Петербурге это не удивительно. Я забыла напрочь про Достоевского. Даже имя помнится струнительно. Но однажды, как зацверкает радужка, мой хитрющий Питер. Сказочный Аладдин. Ты беги. Московский, Варшавский, Ладожский. Я пока здесь справлюсь. Один. Массаж. Тут есть профессионалы. И когда бездарно завалят квест, оправдание не в части. На тебе безжалостно ставят крест. И придется его нести. На Голгофе будет стоять корой. И тебе зададут вопрос. Заговорщик. Вор. Еретик. Сгодь. Ты стоишь, как паршивый пес. Говоришь. Ошибся там и там. Но пока объясняешь, ты понимаешь, что с головой в крестах. И под каждым своя коты. На Голгофе пусть все равно закрыт. Там две тысячи лет музей. И беспутный ветер несет за корой мусор выброшенного газета. Скажи друзьям, что ты воскрес. А кресты свои спрячь внутри. И когда начнет цепановый крест, они будут тебя хранить. Я на самом деле хотела прочесть другое, но... Так почему-то всегда бывает. Я выбираю что-то читать. Вроде жили. В душу душа. И вот, как случилось, черт его разберет. Я предатель, дурень и идиот. Не сбавляю скорость на повороте. Что прости-то? Да что прости? Двадцать лет тепло берегу в горсти. Да куда его мне теперь нести? Вы же сами выбросы не даете. Спасибо. Напиши про октябрь. Про бомбежку под крышей дождем. Про ревущий ветер, застрявший в твоей трубе. Все равно у тебя получается ни о чем. Все равно у тебя получается полный бред. Напиши про войну. Чтобы било набатным звоном. Оживляя персонажей портретами и речами. Все равно у тебя все сведется в четыре слова. Я тебя скучаю. Ира Ульянова. Сопрано. И вот сейчас настал момент, когда ты вот то, что хотела прочитать, прочитай. Испомни. Хотела? Ну ты ж хотела, говоришь, я другое. А то, что хотела, давай. А вот тоже как? Ну давай. Я объездил полсвета. Нью-Йорк. Стамбул. Монте-Карло. Гранада. Краков. Без тебя, мой друг, этот мир вокруг поразительно одинаков. Спасибо. Стоп. Рано. Спасибо. Жень, Олегу уезжать надо будет. Можно? Олег Чубан, а потом тогда будет. Олег. Жди еще. Я прочитаю три разноклассных скотворения. Можно вопрос? Да, конечно. Почему ты в куртке? Я не знаю. Как это, образ у тебя? Да нет, образ был до этого. А сейчас просто накажу. Просто пробуем. Сейчас. Можно, пожалуйста, первого. Когда же женщина особенно красива? Когда она особенно красива? Разгарит балок, в поле, у станка Под зонтиком шезлонгию залила Белье стирая в ручке у мостка Она прекрасна, даже если плачет Когда грустит или сидит одна Когда лежит свернувшийся в калач Замирает даже тишина Когда дитя свое под сердцем вносит О, как мила, беспомощна она Всегда к лицу ей золотая осень Всегда в душе цветущая весна Она всегда, весь день повторима Но расцветает лишь тогда сполна Когда она хоть кем-нибудь любила Или сама, как любила Сижу, пишу стихи гениальные А после сразу голову в петлю Ножом вырезаю слезы прощальные Апофеозом закончу песню И мне не нужно признания вашего И губы бантиком оставьте девочкам Сильнее гренада и меньше вышивок Встряхну в кармане я гостью мелочи Пойду размажу рассовет над пропастью И жизнь разбавлю немного красненьким И вздрогну тонко мотора лопасти И улыбнутся мне со неба классики Куплю я мыло, кутюр на палочке И пару метров веревки шелковой Воркуют в парке на лавках парочки Не стало жизни у них пока что шоковой Из неизвестности шагну вы скомая И спрячу душу там свою ранимую Купил недавно я гитару новую И если честно, то жаль родимую Да вы не бойтесь и не дрожжите вы Иду не к черту я, а к небожителю Заключение такое Немножко хуриганиское Немножко хуриганистое стихотворение Называется старик и панк Вечер В салоне покой С дачи старик возвращался домой На остановке, где новый Сбербан Ходит в автобус раскрашенный пан На голове, словно сказочный лес Щеткой зеленой стоит иракет Бирсинг, цепочки, перья в ушах С наглой ухмылкой весь в пределах В рваной одежде, воняя слегка Сел он напротив того старика Тот наблюдал за ним пристально так Скоро не выдержал этого пана Что так уставился, старый ты пень Сам-то такую уж творил дребедей Много чего в жизни я натворил И в Эфиопии, помню, служил Раз попугай, там от траха был мой Думаю, вот, не сынок ли ты мой? Орек Чабан Орек Чабан И, пожалуйста, Женя Петрушенко Женя, а ты своего друга сам присылай Евгений Петрушенко Карамельные Яркие сны Говорят, это признак безумия Я облаял луну в полнолуние Потому что так делают псы Потому что мы тоже зверьё Только нас оправдать уже некому Развеликие человеки мы Развеликая дурачи Ну и пусть Сколько здесь не бурждает Всё равно мир сквозит бутафорию Мы придумали, строим теории Про абстрактный, приснившийся рай Головы Безумный колокол В ней язык мусолит звуки Мысли надвое расколоты Переписки, перестухи А душа болит неистово Беспричинно, беспонтово Воскресенье, как наистове С понедельника по новой Погибаю в неурядицах Повторяю всё Сначала Этот мир Куда-то катится И меня в нем Укачало Ну и шутливое, что у меня редко Случается отостиральной машины Урчит стиральным животом На кухне важная машина В ней лежит чёрным языком На дверце чёрствую резину Носок, попавшись в простынях Пока ещё чертовски белый На полированных губах вскипает Змыленная пена Стирай машина Не жалей Урчи своей стальной утробой Бельё становится чернее Носок Одной Попробуй Он чёрный Словно Папуаз Махит Прячется Скотина Стирай машину Жми на газ Твой цикл кончится Отжиму Сергей Григорьев Ночь сегодня Громче у тех Гром пролился на улице сверху Знает ли кто-нибудь Из людишек всех Почему так ветер сегодня Вертит Озаряет небо Молнии свет Дождь сегодня Сильный слишком Молнии думайте Вы не правы Нет Это Бог снимает меня Со вспышкой И последнее Второе и последнее Образ Последние дни Рассыпаются крошками И грустно мне очень Не видел ведь море я Вся жизнь пронеслась Кто-то скажет, что прошлое И лишь для меня похожа История Последние дни Бестолковые праздники Последних событиях Довольно незнакомо Пытаюсь понять Почему-то все Разные И только лишь я Одинаковые Спасибо Сергей Григорьев Да? Да Сергей Григорьев Спасибо Сереж, а можно девушку сейчас? Какую? Да А вот Кому? Как же Ну просто Чуть-чуть А потом Разрешаешь? Спасибо Все уже Уже спасибо Пока я думал разрешать Или нет Уже она вышла Гаречка Титова Что может быть лучше Воскресного утра? Когда ты согрета Обета Обута Когда светит солнце И хватит уюта Чтобы им поделиться На не с кем как будто И вроде все есть С кем Как прежде взаимно И ты человек Что и важен и нужен И вроде все здорово Вроде все дивно Внутренний голос Вот только простужен Он кашляет Все задыхаясь Стихами Скребется Пытаясь пробиться наружу А я его чаем Заем пирогами Воскресное утро Что мне еще нужно Приходи ко мне на лестницу Покурим Поделюсь с тобой Своей печалью Расскажу о том Как гордой дуре Одиночество мешает Спать ночами Приходи Не потому что попросила Или потому Не важно Слишком много Я одна уже скурила По тебе мои скучают Сигареты АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно Последнее Такая обстановочка Нужно про Питер прочитать Здесь Суты любят ночью Во дворах Мочой и страстью Полнятся колодцы Здесь Каждый пятый С рифмой на устах Здесь Не привыкли Часто видеть солнце Здесь Небо За решеткой проводов Здесь Все еще разборки В коммуналках Здесь Если пьют То до сведения мостов На разговоры Ни о чем Часов не жалко Здесь Продаются Люди Мечты Здесь Звонко Разбиваются Надежды Здесь Совесть Как Натяльные Кресты Все чаще Лишь Условность Под одеждой Здесь Насморк Не проходит Сквозняки Здесь Творчество Скорее Неизбежность На счастье Шансы Здесь У многих Высоки Но путь К нему Порой Через Пронежность Здесь Даже Крысы Понимают Красоте Здесь Сумасшедших Гений От обидий Здесь Все Погрязано В Элегантной Пустоте Такое Мой родной Любимый Питер Спасибо 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 Галечка Титова Вот Иди сюда Насколько Подальше От камеры Вот снимите ее Вот Ребята Мужчины Театра Посмотрите Вот как Женщины Одеваются Когда выходят На сцену Ярко Сценически Предлагаю Им тоже Так Я предлагаю Как-то Думать Об этом А не Приходить В том Что Мусор Пошел Выносить Спасибо Галечка Титова Пожалуйста Вот Ай Черный Черный Сергей 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 Дайте Пожалуйста Ну что Поскольку Здесь Некуда Включиться Я значит Это Спою Арию Полотного Зверя Ведут Мои Следы Тебя Сюда Мне повезло Всегда Способен Я Тебе Ответить Злом На зло Всю жизнь Среди Волод Устал Я От Невзгод Кто Смелый Заходи Едино Наше Ревесло Охота Тебе Тебе Неведом Страх Ты Мчишь На Перехор Судьбе Но Смерть В моих Зубах Навстречу Движется Тебе И я Не Дичь Твоя А Хитрый Хищник Я Роль Жертвы У меня Ты Испытаешь На Тебе Охотник Хитрый Волод Жесток Кровит Глоток То Что Здесь Есть Это Мне На Зубок Я Слышу Звуки Гор Ем На На Кто То Кто И Хитрый М Что Слышу Эм Тебе Слышу В АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Минерал у хозяюшки моей Как я много должен ей Этот дом спасти скорей Кто мне скажет, как их кануть Не жалея язык свой и плоть Как мне тайну свою сохранить Чтобы не оборвать жизни нить Должен найти я святой минерал Должен идти я Ах, если б я знал Что меня ждет в таком краю На распутье я стою Кем продолжить жизнь мою Уборщица стирает кровь статами За юными усердными бойцами Спасибо вам всем АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Безведев Вот мы хотели, да? Давайте, выходите Один из еще Ладно? Можно? Они короткие два Пожалуйста, пожалуйста Не надо спрашивать Можно? Есть, как паровоз Иди вперед Представьте Анна Фадеева, нотафан Хорошо Между мной и тобой Вовсе не километры Двадцать три часа Перестука колес Два московских вокзала Порыва ветра Литры невыплаканных слез Темные мысли Бескрайнее небо Шум поездов и машин Миллионы пеноких женщин И, наверное, не меньше мужчин Между мной и тобой Погибают люди Где-то дети кричат по ночам Между нами, как змеи Ползут дороги Но, увы, не из желтого кирпича Между мной и тобой Кто-то видит кошмары Кто-то пишет об этом стихи Кто-то вовсе не впит Кто-то молится Богу Кто-то совершает грехи Между мной и тобой Сотни странных историй Да и наша одна из них Расстояние мелочи Важны только люди А у нас целый мир двоих Спасибо! Боже мой, если ты еще есть Если остались здесь те, кто верит Пусть мою душу не рвут звери В обликах человекоподобных существ Боже, прошу, забери к себе Я там устала от смрада и пыли Или хотя бы вырви мне крылья Чтоб не мешали ходить по земле Анна Фадеева Нота Фа Спасибо А что, и все там больше Порисеевич не будет выступать? Давай что-нибудь Не, давай что-нибудь не надо Я прочитаю Я прочитаю Нет, я ничего не буду Подумывать, что я там придурок Если получится Все, молчим Было б на что смотреть Я бы открыл глаза Было бы что показать Я бы вам всем показал Был бы вокруг народ Я бы согнал его в зал Было бы что приказать Я бы вам всем приказал Если б любила меня Я бы ангелом стал Было бы куда лететь Игорь, у меня вопрос Забыл, да У тебя есть человеческие есть? Не имею в виду Человеческие Нет, не замечательные У тебя образы там Супер А просто простые Есть как-то обладим Непростым голосом Просто Давай попробуем Наоборот У тебя лучше бы просто Ты полюбишь меня, полюбишь Ты полюбишь меня, я знаю В глазах твоих Глубокая тишь Пальцы твои Птичьи стаи Ты узнаешь меня, узнаешь Разберешь и соберешь снова Все ненужное разбросаешь Ты укроешь меня под покровом Мы уедем с тобой, уедем Важно вместе, куда не важно Будем вместе с тобой на рассвете Строить вечный наш мир бумажный Спасибо Игорь Борисевич Это был Игорь Борисевич Который учится, наоборот, читать по-простому По-человечески Кеша Грабовский, пожалуйста Для начала один вопрос ко всем В зале саентологов нет? Нет Отлично Текст называется «Дианетики нет» Пепельница Подчиняйся Пепельница Мыслью моей восторгайся Слепленный Из пластилина Разума Бреда Кретинов Пин Пип ТТ В одной коче Каждый успехом обучен Деньги И крест-перекресток Курсы Гипнозы Коросты Был ЛРХ Самозванцем Лгумом Шизофрени Засранцем Смысл идти за ним следом Гибели Скорби И бедам В мире Полно Преступлений Смертных грехов Осквернений Вывод Хотя бы держаться От гносной Фальши Стараться Дианетика Ложь Дианетика Бред Дианетика Зла Дианетики Класс Трик Давай еще А! Аproduци Ты что, не читал бы его? Нет?! . Я будто его не читал бы Они спшие С твоим С дистилля Ощущения к ним Я согласен с тобой А у тебя есть, Геш, какой-нибудь такой лирический? Вот как у меня. А? Ну, давай по типу. Человеческая есть. Галина Мамонтова, пожалуйста. Я хотел бы читать первую. Да, пожалуйста. Степарин Звескалил в начале. Обрезлый корот нашел Барси. Ни баксов было, ни вилево. На вечерок, найдя красотку, назвался крупно. Фараон. Прокукал в быстрое состояние. Как был облизу, таким остался. И не добился он признания. А как старался, как старался. Кидал направо и налево, кричал в толпу. Я фараон. Мне долго длилось псевдослава. Остался без копейки. И наш герой, прижавший уши, с толпой смешался. Был такой. Никто его же не слушал. Король дворовый без мозгов. Спасибо. Это была Карина Мамонтова и Геша Гробовский. Наконец-то лирическая. Душу покажи. Геша, смотри, у нас камера вот там, иногда туда глазки. Я услышал вновь приятный голос. Он не просто мне приятен. Он родной. Перестал сидеть, как мел. Золою волос. Ах, как хочется, чтоб вы были со мной. Ваших глаз сияние чарует. Да, я знаю, недостоин вас, увы. Но я счастлив, что вы есть. Душа ликует. Ощутите то же самое и вы. Паранойя дней сутовых угнетает. Мир всегда был не без тухлых козьих рож. Но ваш облик ярче солнышко сияет. И у горла мягкой черной силы тает нож. Да, я знаю, что мечтать не вредно. Но раз волос перестал в момент сидеть, Лишь от фразы вашей мега-благоветной Значит, смысл есть надеяться и петь. И в ликопании все невзгоды оттерпеть. А может смешное? А это было все не смешное. Ну, кому как. Сейчас, секунду. Пока ты ищешь Игорь Кабанова. Идите, пожалуйста. Да. Потом геша смешное. Игорь Кабанова, пожалуйста. Лейла имя у девушки было. Он Маджун, как округа звала. Он любил, но она не любила. Не любила. Такие дела. Он страдал, излечить его дабы. Был он в дальние послан места. Эх, ему бы не стенки Кабы целовать, А любимого сда. К ним припасть бы, как к вечной святыне, Но они так не близки, увы. И ходил он один по пустыне, За жилищем ее кочевым, за шатром. И красиво до боли песни пел, Рифмы ветру даря. Он той деви не мил, он всего лишь человек. Но Лейла заря. Он любил ту небесную гостью, И так часто в сердечной тоске Рисовал он изогнутой тростью О любимой стихи на песке. Лейла думала, вовсе не надо Ни этих писем той страсти смешной, Но от строчки ей дуло прохладой В столь желанной полуденной зной. Время шло, и уж было привычно Ей читать от влюбленного сказ, Но однажды свежее, чем обычно Стала деви за утренний час. Вышла девушка, видит, за дюмом Средь песков и колючих сухих Бездыханное тело Маджуна, Но рядом о милой стихи. Ветер гладил послания этих, И поэт, уходя в облака, Словно знал о волшебном секрете, Что связал их сердца на века. Тайна синей прохладой пахнула Далеко на себя волшебство, Дева тихо-печально вздохнула И забыла безумца того. Время эти легенды развеяло, Солнце обыжгло краску шатра, Больше нет ни Маджуна, ни Лейлы, Но остались заря и ветра. И взгляни, вот такая же дюна, Те же взоры видны вдалеке, Это ветер рукой у Маджуна И шатлыли стихи на песке. Пожарная славиха. Дальше не надо говорить. Пожарная славиха. А может, это поподробнее маленькая? Раскройте тему. Для начала ее представим, Каждый по-своему. Пожарная слониха погонами орет, Отплясывая лиха, как пьяный пики-монд, Рыгает ананасом и хапотом грозит, И корочкой пожарной Зудит, как паразит. Попробуй брось окурок! Запрюй, зашибец! Пожарная профура Спецгидропулемят! Но все ж, благодаря ей, Пожаров нет давно. В любимом, нашим ясном, Свет в городе родном. Живой огнетушитель! Не спит и чутко бдит. Пожарная слониха! Реальный глюк-гибрид! Тоже и смешно. Но это опасно. Можно сдохнуть. С ума рехнулся. Ты прошла мимо меня Через черные очки. Ты прости, В то время я В облаках стирал носки. Мы еще поговорим, А, быть может, и споем. И поймаем нужный миг В звездопаде золотом. Уж вовсю цветет сирень, Раскаляется асфальт. Звонкий ветер перемен Носит радость, благодать. Я уж выстирал носки. Не... Не... Не пройди мимо меня! И собою ослепи, Чтоб с ума рехнулся я. Есть! Давай последний еще! Еще! Последний! Если последний, то уже не смешное. Это не смешно! Я даже знаю какую. Легкие шаги. Это совсем не пожарная слогика. Белый кремль, Снегопад. Услыхать? Смотри! Словно сердце, Как стучат легкие шаги. Ожидание томит, Нагнетая сон. Но бодрит и веселит Колокольный звон. Белоснежное дитя С жаркой душой, Грустный и прелестный взгляд. Кто ты, ангел мой? Ночью снег запорошил Скорбную печаль И в реальность превратил Сказочную даль. Раступился снегопад И увидел я С нежной девочке наряд Вздохом жития. И рука в руке на миг, А потом опять В сердце легкие шаги Слышу, Как стучат. Буду помнить о тебе, Милое дитя. Не растай Лишь по весне. Я люблю тебя. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Кеша Гробовский. И вот еще у нас не выступила Златая линия. Да? Давай. Ну то почему вы ждете? Кто еще не выступил, кто хотел? Ну ладно. Вася. Василий, вы уже выступили. И завершит вечер после Златой линии Евгений Макарович. Пожалуйста. Пожалуйста. У меня врачитель. Письмо уехавшей в Евгении. В Питере климат не балует, верно? Хмуро и солнце бывает нечасто. Но не назвать его обыкновенным. Жить само по себе уже счастье. Уборчество выше карьерного роста. Дружбу не мерят количеством денег. День, что не бомж, то, конечно, философ. Шарик бездомный и тот академик. Хватит носиться, что облако в бурю. Крылья трепать перелетные у птицы. Полно же милая мается духовными исканиями. В Питер родной уж пора возвратиться. Ждут тебя скверы, творцы и каналы. Крылья мосты развели в ожиданиях. Бобики все у метро заскучали. Публика там напряженное внимание. Вечно ли скитаться дорогой и железной. И без конца искушать провиденье. Питер родной, отрицать бесполезно. Силой дает тебе и вдохновение. Спасибо! Браво! Брата Алине! Что еще хотела? Александр Вишневский. Женя, а вы уже готовы? Александр Вишневский. Стас. 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 Все меньше света, больше тьмы Прозрачнее скелет предместия Мы из осенней кутюрьмы Выходим в порозы не вместе Как ты любила, не в попад И вплоть до умопомрачения Усиливающийся листопад Словеющий в нем свечение Я слов как снов лишался там Не изменял, но изменялся Любил, не понят был И сам по-прежнему не признавался За череду и череда За слой в слой ложатся листья Нет и не будет никогда В том умысла или корысти И вот, гонимой судьбой На пару, только врозь и дальше Непонимание и боль Несем, став непомерно старше Мы жизнь свою настороже Встречать трензины с рассвета И в ней, как осенью уже Все больше тьмы и меньше света Спасибо Александр Ильич Левчий Евгений Макарович Женя, ну а что вы тут сидите, а? Вы же профессионалы Женя, а ты завершаешь? Сереж, ты что, все? Прошу, Женя завершает Ну, дальше Пушкин никуда не увидишь, наверное, да? Я вспомнил Пушкин, а его памятник, который рядом стоит Женя, у меня один момент Ты лучше не сюда обращайся, а вот у нас камера там А, камера здесь, да? Вот туда Какая дивная картина Стоит, не зная карантина Поэт на глыбе пьедестала Стоит, которого не стало Который с нами вечно есть Стоит, чем делает нам честь И хочется сказать, все стоит, которое наше Все на глыбе каменной пьед Сроднившись с птицами стоит И легким рочерком руки Хранит нас от дурной строки Литературного греха Живой, как гоний Тихо А голый, словно дух святой Творит от пуль Голос Здравствуйте Можно вас? Конечно Вы же сами тут хотели выступать Давайте быстрее тут Хочешь быть битной Надо лезть во все дыры Можно девушку использовать? Мне понравилось Как вас зовут? Аня Что Аня? Меня Вова зовут Закрасняная Анна Как? Закрасняная Закрасняная Анна Закрасняная Хорошо? Вот Светлайн называется «Правда» Написано про мужчин Влюбленный в жизнь Сраженный болью Не потеряв надежды Он идет по жизненной дороге Не замечая перемен Что в суетливом мире происходит Что в нежных, ласковых мечтах Он ненавидит злобу И продирает тех В тот жизненный момент согнулся И кто поддался чаром зла Он уважает тех Кто сильный духом Он любит тех Кто веры не терял В тот мир Когда и это Можно потерять Он сильный духом И словесно Таким не стоит вам сражаться Он победит всегда И всех Ведь он же правда Так его зовут Спасибо Анна за красоту Спасибо Пожалуйста Жей, дару Молодым просто Евгений Макаров Продолжает Завершать Уберите от меня компьютер Не включайте в душу интернет Посмотрите Как прекрасно утром Звук молитвы Дружеский пивер Дайте ж красотой насладиться Отойдите с суетой прочь Он грянь листов Пропеллером кружится Он ведь как в сказке Нежно золотой Посмотрите Как смеется Мать Как котенок Треплет колбасу Как веселый Отраженный Зайщик Пробежит Оставшись На носу Приглядитесь Ночью К луже Вешней Как дрожит В ней От близ дальних Звезд Так неужто ж В жизни Нашей Здешней Можно жить Не радуясь До слез Без сети И виртуальных Глез Уберите от меня Компьютер Не включайте В душу Интернет А Россия Вот немножко Мангет А вот уж и гуси Пролетали Их крик За горизонтом Сти И в сердце Русском Рассветает Родившийся Нежданно Стих О, как желанны Эти звуки Какую Навевает Грусть Когда в них Слышишь В светлой Муке Скрипящую Телегой Русь Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Приложаю Приложаю Завтра Библиотеку Российскую Национальную 18.30 Садовая 18 Вход с дирекцией Угостить На мой Вечер Театр Живого Слова И его Друзей Приходите Спасибо Это был Евгений Макаров Все Господа А ты только сам прочитай Сам прочитай Аплодисменты